Лепесток касается буртика, за что монета такая уже получила название «Широкий кант». Дефект производства поднял цену двух рублей до двух тысяч. Павел Ракитный всматривается в каждую монету. Брак оправдывает себя. В мечтах Павла найти пять рублей с 99-го года выпуска. Эту редкость оценивают в полтора миллиона. Но даже 10 копеек могут обогатить. Более дорогая разновидность, когда у него идут в плаще, штрихи уже идут вертикально. Почему? Потому что это считается перепуткой именно на монетном дворе, которая будет стоить где-то две с половиной, около трех тысяч рублей. Иголку в стоге сена ищут далеко не все. Нумизматов на Алтае единицы. Обычно копейки собирают в копилке. Лежат они годами. Выгодно сбросить вес можно в эти дни. Банки края принимают монеты без комиссии. Выглядит не очень презентабельно, но это тоже деньги. Кстати, с редакционной копилки. Меня в банке попросили лишь об одном – разделить монеты по номиналам. У меня вышло два пакетика. Почти все десятикопеечные. Пятикопеечных меньше раз в десять. И это входит в статистику обращения монет, говорят в банке. Чаще встречаются разве что пятьдесят копеек. Вот у меня есть две однокопеечных. Вы их берете вообще? Да. Может, не внесены они на телефон. Можно? То есть реально две копейки могут зачислить на телефон? Ну да. Два пакета монет в пересчете всего пятьдесят с небольшим рублей. Но моему карману легче. Впрочем, как и всей рыночной сфере. За десять месяцев только этого года в обращение было выпущено монеты разными номиналами на сумму 106 миллионов. А вот возврат ее составил только лишь 40%. Монетный мир рушит мода на безналичный расчет. К нему мы идем, говорят эксперты. Но резкого изъятия копеек не будет. Инфляции тоже, уверен экономист Анатолий Ишболдин-Кронберг. У населения не так много денег для разгона цен. А еще он считает, что в России наличку слишком любят, чтобы от нее отказываться. Потому что у нас существенную долю экономики занимает теневой сектор. Население, так сказать, вполне оправданно, на мой взгляд, считает, что его деньги – это его деньги прежде всего, а не деньги государства. И не хочет, чтобы за его счет государство решало свои проблемы, как оно, к сожалению, проводя соответствующую политику, делает сейчас. И хотя самый мелкий номинал не чканит несколько лет, их все еще много в наших кошельках. Верните их обратно, просят банкиры. Прием без комиссии действует до конца этой недели.